Исповедь бывшего азартного игрока Увлечение игрой в карты и в рулетку в казино пришло ко мне после прочтения одного авантюрного романа известного писателя, где главный герой был успешным игроком. В первый раз, сев за стол в казино, я увидел, что за короткое время можно выиграть месячную зарплату немалого размера. С этого момента в моей памяти надолго отпечаталось «можно выиграть». Как после укола наркотика, я запомнил, что с этим связано что-то приятное – кайф от выигрыша немалых денег. С этого момента я поверил обману, попал в зависимость на приманку дьявола. Хотя на элементарный вопрос о том, для чего какие-то люди организовывают этот бизнес, дается трезвый ответ – чтобы получать прибыль за счет играющих. Жизнь в этой зависимости продлилась восемь лет. Жизнь без желания работать, но играть и иметь большие деньги. Жизнь, которую пришлось наполнить обманом и предательством. «Казалось, вот-вот я достигну совершенства в игре, ведь выигрывал и не один раз, но я не мог остановиться вовремя, вовремя встать. Только сейчас я понимаю, что дьявол меня поймал на жадности. Долги росли, количество обманутых людей тоже. Постепенно я оставался один, так как ради денег и игры готов был продать что угодно и кого угодно. Настал день, когда от меня все отказались, меня все ненавидели, а кто-то хотел даже отомстить. Задумайтесь об абсолютном одиночестве». И вот теперь предо мной встали глобальные вопросы. Как дальше жить? Как же так все случилось? Я же не родился негодяем. И почему доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю? Хотел ли я оставить игру? Нет. Соблазн легких денег отравил душу. Я решительно не хотел кропотливо, с усердием трудиться. В первом послании к Тимофею, в шестой главе, в десятом стихе, написано «Ибо корень всех зол – сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Напрашивался вывод. Я – погибший человек. И никто на всем белом свете не в состоянии меня понять и тем более помочь. Полное отчаяние. Мысли о самоубийстве. Вот он, финал жизни авантюриста, мошенника, игрока и просто преступника. Деньги, развлечения, острое впечатление, преступления. А в конце – смерть человека как личности. Духовная смерть. Все это – результат работы дьявола и последствия греховной натуры человека. В этот период я и не подозревал, что у меня есть надежда, что есть Тот, Который хочет спасти меня. Все меня похоронили, а Он, Господь, нет. Все от меня отвернулись, а Он – нет. Он искал меня. Он принял меня таким, какой я есть. И это все потому, что Он любит меня. Имя Ему – Иисус Христос. В Евангелии от Луки, в девятнадцатой главе, в десятом стихе, сказано, «Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Люди готовы были избавить от меня общество, и вполне заслуженно. А Он находит меня, очищает, изменяет, возрождает для новой жизни, честной, чистой, наполненной добрыми делами. Все это произошло в моей жизни после того, как я осознал свою вину за содеянные грехи перед Богом и людьми, совершил искреннее покаяние перед Богом и людьми. Когда встречаешься с Господом, когда узнаешь Его личность, Его власть, всемогущество, совершенство и Его любовь, узнаешь, что вся твоя жизнь, все ее стороны абсолютно зависят от Него, и что Господь умер за мои грехи и воскрес для нашего оправдания, чтобы я жил для правды. И тогда возникает одно желание – отдать свою жизнь Иисусу Христу без остатка. Он может нас благословить так, как нам и не снилось, в самом чудесном сне, благословить нас на земле и, главное, в вечности, благословить нас Царством Небесным. Жив Господь, Который говорит, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Выбор за нами. Субтитры создавал DimaTorzok